В последнее время достаточно много ребят жалуются на то, что они качаются год-два, и у них мышцы только немного подросли, и обвиняют они в этом генетику. Мол, у них плохая генетика, поэтому ничего не растёт. Но как обычно люди понимают, что у них плохая генетика? Они там немножко потренируются, и вообще по своему виду внешнему говорят, типа, я худой, у меня плохая генетика. Вот я в то время, когда только начинал заниматься, рост 180 сантиметров, да, достаточно высокий, и вешу я здесь около 50 килограмм. И вот я, когда я уже занимался спортом буквально год, и при этом на турниках. Как так? У меня же вот здесь, по этой фотке, можно сказать, что у меня максимально плохая генетика. Я, как многие говорят, эктоморф. Как ты так набрал, братан? У меня есть друг, с которым я в самом начале начинал тренироваться. Андрюха, привет. Вот, это фоточка его, моя фоточка. Мы делали абсолютно одно и то же, делали те же упражнения, практически так же питались, потому что мы учились в то время ещё в школе, и там особо, ну, не покушаешь. Мы за питанием особо и не следили. Ну, почему за год, за полтора занятий я спрогрессировал вот так, а он до сих пор, ну, немножко там набрал, выглядел вот так? Да, в данном случае, действительно, дело в генетике, у моего друга Андрюхи плохая генетика, но, казалось бы, к чему я это веду? Многие определяют свою генетику по своему росту и, ну, весу. Они худые, высокие, думают, что я эктоморф, я не могу набрать. Так, камон, если бы я так определял генетику, я бы тоже, как многие, сейчас у меня плохая генетика, я не буду качаться, я займусь каким-то другим спортом. Сейчас мы узнаем, как эту генетику определить, какая у вас генетика хорошая, либо плохая на рост мыс. Но в самом начале, первый пункт, который вам нужно запомнить, не определяйте свою генетику, можете его накачаться, либо нет, по своему телосложению. Эктоморф, мезоморф, эндоморф. В любом из этих типов телосложения можно сделать хорошую форму, даже если вы очень-очень худой, например, тот же Арчо Моррис. Чтобы определить вашу генетику, нужно хотя бы, ну, год-полтора позаниматься, посмотреть, как ваши мысли реагируют на тренировки. В самом начале, даже если вы неправильно тренируетесь, ваши мысли, ну, в любом случае, будут немного расти, выделяться и так далее. Это называется эффект новичка. То есть, в самом начале вы наберете больше всего, потом все меньше и меньше будете набирать. Так, допустим, вы позанимались уже год, да, мысли не растут. Дальше нам нужно понять, правильно ли мы тренируемся. Если вы тренируетесь, например, на турничках, вы делаете там различные солнышки, сальто и так далее. Камон, я знаю таких ребят, вот это сейчас не рофл, люди тренируются на турниках, делают солнышко, крутят, говорят, братан, у меня мышцы не растут, я тренируюсь уже там по 2 года, 3 года, мышцы не растут. Извиняюсь, конечно, но я офигел от того, что есть люди, которые думают, что действительно вот солнышко, вот палка крузства на турничках у вас что-то вырастет, ребят, вы серьезно? И никто не говорит, что крутить солнышко это плохо, я сам часто снимаю такие элементы, на ютубе я отдаю отчет, что я не накачаюсь этим, вам тоже нужно просто отдавать отчет. Нет, вам как минимум нужно делать базовые движения, отжимания на брусьях, подтягивания, там приседания, допустим, да, и так далее. От палка крузства у вас ничего не вырастет, это первый пункт, вам нужно делать базовые движения, чтобы мышцы даже в самом начале от турничков росли. Итак, второй пункт, вам нужны правильные тренировки с прогрессией нагрузок. Дополнительный вес, усложнение упражнений и так далее. Дальше, следующий пункт, чтобы нам можно было уже хоть немного ориентироваться по своей генетике, хорошая либо плохая нарос мысль, это ваше питание. Вам, понятное дело, нужно правильно питаться. Много видео на ютубе, снимать и более подробно об этом рассказывать я не буду, потому что есть много качественных видосов. Посмотрите, там все рассказано, поймет абсолютно любой парень, как и что нужно кушать для того, чтобы набирать массу. Ну и сейчас, как понять, что у вас хорошая либо плохая генетика. Если вы соблюдали, ну как минимум год, вот эти три пункта, правильное питание, прогрессия нагрузок, ну и конечно отдых, вы отдыхали после тренировок, восстанавливались. И если вы за это время хоть немного набрали мысль, стали объемнее по сравнению с предыдущим собой год назад, то поздравляю, у вас хорошая генетика нарос мысль. Очень маленький процент, скажу сразу, не может вообще набрать мышечную массу. Зачастую это связано только с тем, что у них какие-то проблемы со здоровьем. То есть делать вот такую форму абсолютно каждый человек может, с хорошей, с плохой генетикой, неважно. Если вы будете все правильно делать, то у вас в любом случае получится набрать мышечную массу. Сюда она влияет на то, сколько вы вообще можете набрать мысль и как быстро вы это сможете сделать. Например, кто-то вот такую форму, как я показывал, сможет сделать там за год тренировок, за полтора, а кому-то понадобится там 4-5 лет и больше. Да, на это генетика влияет. Но то, что вообще невозможно набрать мышечную массу до определенного уровня, подкачаться, стать просто красивее, эстетичнее выглядеть, такого не существует. Повторяюсь, только если у вас проблемы со здоровьем какие-то определенные. Итог, суть этого видео. Если вы не профессиональный атлет, бодибилдер, который выступает на сцене, не обращайте внимания на свою генетику, это вам незачем. Абсолютно любой человек сможет подкачаться, стать подтянутым, красивым и эстетично здраво, самое главное, выглядеть.